Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. А сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему выхода из личного кризиса. Тема, наверное, как мужская, так и женская, но всё-таки я больше ориентируюсь на женщин, хотя бы по той причине, что я сама женщина, а следовательно, больше понимаю, как думают девочки, что они переживают, что происходит в нашей голове и каким образом вообще личная жизнь связана с нашей остальной жизнью. Потому что часто, когда люди говорят о том, что у меня есть проблемы только в личной жизни или только в бизнесе, или только в материнстве, или ещё где-нибудь, всё это кажется мне не очень правдоподобным. Так, я вот не могу понять, почему такое маленькое количество людей включается. Я снова на своём аккаунте, у меня всё время такой перепуг, после того, когда у меня месяц не было эфиров, немножечко не сразу все включаются, поэтому я немного по этому поводу всегда беспокоюсь. Добавлю, может быть, я выхожу с какого-нибудь детского аккаунта. Итак, в жизни женщины огромное значение имеет её внутреннее состояние, это не секрет. И женщина, не знаю, опять-таки в отличие от мужчины или так же, как мужчина, очень склонна к тому, чтобы находиться в неких парных отношениях, быть при ком-то, быть с кем-то. Да, наверное, у мужчин тоже такая история присутствует. И, собственно, в зависимости от того, насколько хорошо или нехорошо у нас на нашем личном фоне, на личном плане, наверное, это и напрямую, в общем-то, влияет на то, каким образом выстраивается наша дальнейшая жизнь и наши действия. Потому что я знаю очень многих женщин, у которых, когда в жизни происходит какая-то личная драма, а драмой называется всё, вообще женщины больше склонны создавать именно драмы, и люди вообще, всем нравится, когда есть какие-то проблемы. Вот даже когда встречаешься, все обязательно рассказывают о каких-то страстях, мордастях, нам это интереснее проговаривать, нежели сказать там, «Да всё хорошо, в принципе, всё нормально, но как-то так даже не очень прилично, что ли, когда всё нормально». Здравствуйте. Вот, поэтому мы склонны к страстям и, наверное, склонны к ним на подсознательном уровне и постоянно, как любят часто говорить девочки, ищем на свою жопу приключений. Вот, постоянно нуждаемся в каких-то, значит, мыльных операх, в чём-то таком, чтобы были какие-то у нас хорошие люди, плохие люди, мы за что-то стражались и так далее, и так далее. И вот, когда женщины очень заигрываются, а мы начинаем заигрываться достаточно с раннего возраста, в 15-16 лет, когда у нас начинаются какие-то первые любовные романы, когда женщина очень сильно заигрывается в эту историю своих любовных отношений и выходит в состояние вот этой личной драмы, мы очень часто начинаем замечать, что, исходя из того, что личная жизнь не клеится так, как хочется, всё остальное в жизни тоже не клеится. То есть, когда мы рассказываем о том, почему у нас что-то в жизни не получилось, мы обязательно говорим про какого-то козла или урода, ну, вот так мы его называем, такое имя обобщительное, вот, всё, потому что был вот в жизни этот козёл, он меня испортил, или он, не знаю, убил во мне женщину, или, ну, в общем, мы находим такого героя, который, в общем-то, всё портит. И что самое дурацкое, если мы осознанно не разбираем эту ситуацию, а подходим к ней из серии «Все мужики козлы и уроды», ну, не бывает по-другому, вот все они такие, притягиваю одного такого, второго такого, третьего такого, и все они друг на друга похожи, вот, а мы считаем, что проблема в мужиках, просто их нормальных нету. Мы, естественно, в неосознанном состоянии вообще понятия не имеем, что вопрос на самом деле в нас, в наших личных отработках, в наших программах, и что до тех пор, пока мы это не разберём, мы, собственно, будем постоянно находиться в состоянии, то есть у нас будет постоянный эффект думеранга. То есть если мы не прорабатываем какую-то ситуацию в жизни, мы ходим по кругу до тех пор, пока мы её не проработаем, либо она нас не убьёт. Ну, как бы убьёт не всегда в прямом смысле, но она нас может как бы здорово покалечить, да, то есть мы постоянно, постоянно, постоянно говорим, вот, если у вас такое в жизни было, напишите, пожалуйста, было ли у вас такое, когда вы можете сказать, что в отношениях, давайте сегодня про отношения говорим, вы такое ощущение, что подбираете себе партнёров, которые ведут себя идентично, они могут по-разному выглядеть, быть разного знака зодиака, разных возрастов, но тем не менее сама по себе ситуация, которая в итоге складывается по отношению к вам, по тому, что происходит внутри вас, она идентична. Вы реагируете постоянно одинаково и постоянно приходите к одному сценарию. Есть такие люди, которые вот могут сказать об этом. Причём, знаете, интересно бывает, что нам кажется, что нет, нет, это не про меня, у меня такого нету. Но затем, когда в какой-то раз это начинает повторяться, и вот вы в этот момент проснулись, вы начинаете думать, ну ёпсель, ну почему это? Вы знаете, например, часто бывает, когда женщина говорит, там, рассказывает о своём парне, мужчине, неважно, и все подружки, которые её слушают, все говорят ей, ты вообще в своём уме? Ну, то есть всем кажется, что та ситуация, в которую попадает, например, подруга, она вообще не может с ней произойти, ну то есть вообще не может произойти, ну то есть не может вообще физически рядом с ней быть такой мужчина. А когда она начинает проигрывать и вспоминать остальных мужчин, она понимает, что у неё была всё время такая же движуха, то есть постоянно. Например, у меня есть одна подруга, которая всё время находила себе, она достаточно обеспечена, ну как обеспечена, она сама себя обеспечивает, она реализована, давайте скажем так, она всегда находила себе мужчин разных возрастов, абсолютно разных, но это всегда были мужчины а-ля Альфонси, никто из них никогда не работал, и она всегда находила вот именно себе такой типаж мужчин, и она это не прослеживала и не просматривала, просто когда она их находила, она говорила, я хочу строить, у неё было такое убеждение замечательное, я хочу строить отношения по любви, по любви хочу, не за деньги. И когда-то в юности, она из обычной совершенно семьи, за ней ухаживали богатые, состоятельные мужчины, и она пообещала себе, что она заработает столько денег, чтобы вот никогда её никто не мог купить. И вот её никто купить не может, а она купить может. И она покупает всех мужчин, а потом у неё начинается в какой-то период времени, когда они начинают ей изменять, или когда они начинают садиться ей на голову и понимать, что они могут ей повелевать, потому что женщины эмоционально очень такие чувствительные натуры, и когда мужчины чувствуют, что крючок заглочен очень быстро, и вот эта прекрасная маркиза, значит, обцеловывает своего принца, а бывает его одевает, любит его, всячески в чём-то, непонятно в чём его поддерживает, поддерживать не в чём, но всё равно она его поддерживает, любит. И у мужчины складывается впечатление какое, что он теперь царь и бог, он теперь герой. Если мы посмотрели с вами с психологической модели на эту ситуацию, если вам интересно, поставьте, пожалуйста, сердечки. Я, когда вы все молчите, я не знаю, что происходит, поэтому давайте будем вспоминать, как общаться в прямых эфирах, ладно? С психологической точки зрения, изначально, когда, например, женщина такая сильная и властная, да, начинает отношения с мужчиной, который, ну там, условно назовём его альфонсом, альфонс может быть ярко выраженный, то есть альфонсами мы называем всех мужчин, которых женщины, которым женщины, неважно, содержат или помогают этим мужчинам, да, то есть каким-либо образом их финансируют. Давайте так, мне очень не нравится это выражение альфонсо, оно такое-то какое-то грязное такое, мне кажется, что альфонсо это какой-то обманщик такой, знаете, который обманывает женщину. Но вот представим себе такого парня, да, или мужчину, неважно, всех возрастов, и вот изначально такая ситуация выглядит, давайте напишите мне, как вам кажется, кто в паре, где женщина мощная, красивая, властная, сильная, ну, короче, где женщина сверху, и есть такой мужчина, который её любит, да, но которого она там обеспечивает и облизывает, потому что она тоже его любит, ну, женщины тоже любят, кто в этой паре является жертвой, а кто в этой паре является, ну, агрессором, да, таким, вот агрессор это как человек, который, ну, который с плёткой, который вот двигает всё это, как вы считаете, кто в паре, вот мужчина жертва, а женщина агрессор, или наоборот, можете просто написать как будто одного там, кто агрессор, вот давайте поговорим с вами на эту тему. Женщина жертва, то есть вы считаете, что женщина является жертвой тогда, когда она выбирает себе мужчину, с которым она хочет строить отношения, и которому ей нравится помогать, любить его, вот, ну, быть рядом с ним, вне зависимости от того, в каком финансовом положении он находится. Мужчина жертва, женщина агрессор, женщина жертва, видите, как по-разному, да, ещё какие мнения? Давайте посмотрим теперь с другой стороны, да, кто такой вообще агрессор? Агрессор это человек, который задаёт тон, то есть задаёт тон тому, как что будет. В начале отношений, когда начинаются отношения, как правило, тон задаёт в таких отношениях, где, ну, в таких отношениях тон задаёт тот, кто платит за балет, то есть тот, кто может кружить, я это называю кружением, тот, кто может дарить фейерверки, тот, кто может во что-то окунуть другого человека, и чаще всего в такой модели это женщина, потому что мужчина редко, ну, если мы не говорим о профессиональных альфонсах, но мы это не рассматриваем, мы всё-таки про любовь, мужчина редко способен закружить сильную женщину, если он слабее её, а мужчина, у которого денег нет или меньше, он априори слабее, но это надо понимать, он просто слабее, вот, потому что такая женщина, как правило, властная, сильная, самодостаточная, вот, как моя подруга, вот, и она, в принципе, может позволить себе кружить как угодно, себя, хоровод подруг, хоровод мужчин, неважно чего, такая женщина яркая, она вызывает, конечно же, какой-то восторг сумасшедший, и, безусловно, в этой ситуации она агрессор, а мужчина её жертва, потому что она его выбирает, а не он её, она его выбирает, она принимает решение, что она хочет, чтобы этот мужчина был её, она в этой ситуации агрессор, мало того, если, например, мужчина в этот момент скажет ей что-то не то, или поведёт себя не так, как она ожидает, она его запросто выбросит, она скажет, а, не нравится тебе, хорошо, свободен, она чувствует себя хозяйкой положения, когда женщина перестаёт себя чувствовать хозяйкой положения, когда она перестаёт быть хозяйкой, давайте, погнали дальше, будем вместе общаться, когда женщина в такой ситуации перестаёт чувствовать себя хозяйкой, какие у вас есть идеи на этот счет нет идей на этот счет ни одной давайте я вас верю когда женщина перестает быть хозяйкой положения в этой игре она играет, она его выбирает, она решает, заказывает музыку а потом он становится агрессором когда влюбляется, да, спасибо, конечно женщина теряет свою хватку, когда она влюбляется она влюбляется, а почему она влюбляется? потому что она хотела влюбиться, да она же кружит, потому что она хотела влюбиться она хотела фейерверков, она хотела по любви вы же помните, что в данном случае она хотела не замуж, не денег от него не чтобы он ее обеспечивал, не настоящего мужика рядом она просто хотела любви И безусловно, когда окружение начинается, женщина влюбляется и теряет свою хватку, она ослабевает, она становится слабой. Что она делает? Она поднимает на руках свою жертву, она начинает её вылизывать, облизывать, любить этого человека, она начинает купать его, как своего ребёнка в океане любви, во всём, причём в чём это выражается? Если женщина властная и сильная, конечно, она начинает купать в подарках, в путешествиях, вот как моя подруга дорогая, вот она в путешествия начала возить своего возлюбленного, значит, полностью. Мужчина, хочешь не хочешь, он начинает наполняться силой в этот момент, потому что он чувствует, что вот какой я классный, вот какая женщина рядом со мной, да я офигенный, да все женщины мира меня так будут хотеть. Он не понимает, безусловно, что это история про конкретный симбиоз, он считает, что он просто настолько охуительный, что все женщины мира о нём мечтают, раз даже это о нём мечтают, то все остальные тоже, он наполняется. И, конечно, в какой-то момент он превращается, абсолютно верно, как сказали, он превращается в агрессора, потому что он понимает, что он может управлять, управлять своей женщиной, потому что она его так сильно любит, что он теперь может управлять. Если мы говорили о том изначально, что мужчина слабый, да, ну то есть вот мужчина, который финансово как бы не, так скажем так, может состоять в отношениях женщины, быть зависимым, он как бы энергетически слабее её. Но как вы считаете, хочет ли любой, какой-либо мужчина быть энергетически слабее? Ну вот просто башкой своей, он хочет или не хочет быть энергетически слабее? Ну естественно, что не хочет. Как говорит моя подруга, с которой, кстати, завтра мы будем проводить эфир, она всегда говорит, что у любого мужика есть яйца, даже если они похожи на тик-так, они у него есть, они у него есть. И мужчина, когда в какие-то моменты женщина его купает, да, обливает любовью там, и периодически ставит его на место, а вы как вы понимаете, властные женщины, они всё равно периодически доставят какими-то фразами любыми, которые, возможно, она и не хотела его обидеть, или хотела его обидеть, но он обижается. И мужчины такие таят месть. Они не специально это делают, не то, что там я, сука, затаю тебе месть, но оно у них откладывается. И, конечно, в какой-то момент, когда мужчина чувствует, что у него прибыло, да, вот этого, вот какой я классный, она уже у моих ног, в прямом и в переносном смысле, у него, конечно же, включается чувство мести, мести. Ему хочется отомстить. Отомстить он начинает вспоминать какие-то ситуации, моменты, в которых он чувствовал себя уязвимым, которые ему не нравились, ему хочется отомстить, и он превращается в агрессора. Он, причём он начинает проверять, да, там плавненько, там, так себя повёл, так себя повёл, потом говорит, я сегодня дома не ночую, или потом говорит, там, неважно, по-разному, может быть, всё что угодно, а женщина уже находится в состоянии слабого, потому что она расслабилась, она в нём потекла вся, она уже, значит, вся такая вот, вот ты мой бог, ты мой царь. Она же, вот знаете, как царица, всегда делает рядом с собой любого мужчину королём, потому что она считает, как я королева, значит, он должен быть королём, неважно, кто он, придворный паж, там, я не знаю, электрик, он будет королём, потому что я королева, понимаете? Помните, в фильмах, как показывают, вот она выбрала кого-то, или он выбрал, и всё, она там из простой семьи, но она будет королева уже, потому что он её выбрал. Вот и здесь такая же движуха, она его выбирает, он становится королём, он становится её королём, при ней королём, ну, он-то уже начинает в себя верить, он считает, что он король вообще по жизни, да, и он начинает пробовать её немножечко колоть, а поскольку она уже привыкла, поскольку она уже, он весь в любви, она начинает становиться жертвой, потому что она начинает подстраиваться под то, когда меняется его состояние, настроение, месть включается, она начинает под это подстраиваться. Причины могут быть разные. Первое, она как бы включает мудрость, не видя в этом какой-то проблемы. Второе, она просто ослабевает на данный период времени, ослабевает. И вот здесь уже каша, которая заворачивается дальше, она может быть любой. Тут уже зависит от конкретного мужчины, женщины, ситуации, в которой они находятся, множество всяких моментов. Но таким образом роли меняются. И вот он вдруг становится агрессором, а она становится жертвой, которая зависит от его действий, да, вне зависимости от того, что он будет делать, она вот как-то дальше начинает жить с этим. Ну, тут ещё есть как бы история про спасателя, если мы говорим с вами про классический треугольник Карпмана, есть такое понятие психологии, есть ещё роль спасателя. Она тоже проявляется у одного из этих людей, и может ещё появляться спасатель, какой-то третий герой. Но история всегда заключается в том, что любые наши игры, они всегда игры. То есть когда мы входим в игру, мы не можем с вами закончить игру на своей стороне, ну и так не бывает, игра не заканчивается никогда. Единственное, какое решение мы можем принять, это перестать играть. Перестать играть — это значит выйти и заняться своей жизнью, пониманием того, осознанием того, почему с тобой это всё происходило, что на самом деле тебя беспокоит, потому что беспокоит нас всегда история не в других людях, а в нас самих. То есть другие люди являются индикаторами, они проявляют те наши внутренние, родовые проблемы, какие-то там записанные на подсознательном уровне, которые есть в нас. По сути, другие люди вообще ни в чём не виноваты. Они просто с нами взаимодействуют и открывают какие-то наши вещи. Ну это мы с вами так зашли куда-то, с какой-то глубокой стороны. Давайте вернёмся к нашей теме. «Как начать выход из личного кризиса?» Почему я привела такие примеры? Потому что на самом деле женщины становятся обесточенными в тот момент, когда у них начинается личный кризис. Я, конечно, не могу ручаться за всех, но, например, у меня, если проблемы начинаются в моей личной жизни, это очень сильно влияет на мою работу, это очень сильно влияет на мою жизнь. Если вот там, например, я там поскандалила вчера с мужем и поехала на день рождения, я не смогла сидеть на дне рождения, я вернулась домой, помирилась с мужем, и после этого я спокойно смогла ехать на день рождения. То есть для меня момент каких-то междоусобных вот таких разборок, он является крайне болезненным. И я тот человек, который не умеет молчать неделями, который не видит в этом смысл, я тот человек, который ненавидит вообще всяческого образа конфликты и старается их решать, потому что меня это парализует буквально. И я понимаю, что по большому счёту, я не просто понимаю, я уже над этим работаю, что это моя тоже проблема, потому что по сути никто никому не принадлежит, и по сути мы имеем право находиться в состоянии личных раздумий, в состоянии личного чего-то, но мы всё-таки очень сильно завязаны друг на друге, и мы приучаемся строить отношения почему-то с полным погружением в партнёра, мы зависим от его настроения, от его состояния, он точно так же зависит от нас, и это уже как бы сильно нам усложняет жизнь. Мне, например, это усложняет жизнь настолько, что я сейчас беру отдельные сессии и прорабатываю сама в себе эти вопросы, потому что для меня это сложно. Мне, например, не нравится ни от кого зависеть, эмоционально зависеть. Есть, кстати, вот мы все с вами слышали о таких понятиях, вот завтра мы будем, кстати, на прямом эфире с моей подругой, коучем по психологии, разбирать эту тему. Мы с вами слышали такие понятия, как алкогольная зависимость, пищевая зависимость, наркотическая зависимость, но есть ещё эмоциональная зависимость. То есть когда мы нуждаемся в каких-то эмоциях от каких-то людей, например, вы постоянно донимаете своего мужа по тысячу раз на день, это меня любишь, это меня правда любишь, это меня сильно любишь, а скажи, ты меня ещё любишь, а теперь любишь, а сейчас любишь, вот то есть надо постоянно ждать это подтверждение. Или там разные какие-то моменты происходят. Так вот, в эмоциональные вот эти состояния кризисные нас загоняют разные различные личные ситуации. Конечно же, это какие-то ссоры, конечно же, это разводы, конечно же, это отношения, которые идут не по тому сценарию, по которому бы нам хотелись. Конечно же, это когда мы, например, живём и понимаем, что наш мужчина – это маменькин сынок или наш мужчина постоянно нас обесценивает, унижает, постоянно каким-то образом стремится уязвить. Или отношения, в которых бывает мужчина не даёт тебе развиваться. То есть он буквально высмеивает, когда ты начинаешь говорить о том, что я хочу чем-то там заняться, или я чему-то обучаюсь, он начинает это высмеивать, обесценивать, говорит о том, как это вообще всё по-дурацки, глупо, да зачем тебе это всё надо, или ещё хуже, у тебя ничего не получится. И эти ситуации очень сильно влияют на женщину, конечно же. Влияют настолько, что это буквально начинает сводить с ума. Знаете, самым интересным всегда является то, что многие люди, ну большинство людей вообще на планете, живут в этих проблемах всю жизнь. живут в этих проблемах всю жизнь и не пытаются их решить, потому что считают, что все так живут, и эти проблемы будут всегда. Так вот я вам хочу сказать, что это абсолютная неправда. Что все так живут, и проблемы будут всегда, это неправда. То есть по поводу того, что невозможно построить классных личных отношений, по поводу того, что невозможно найти мужчину, который тебя будет удовлетворять там хотя бы на 90% твоих жизненных каких-то моментов, по поводу того, что существует какой-то возраст, в котором уже поздно что-то делать. Вот эта история, знаете, мне уже 50, мне уже поздно. Вот, и на самом деле, вот, когда вы начинаете себя успокаивать, да, или как часто говорят, да все будет хорошо, да все сложится наилучшим образом, прочитали где-то, да все, не парься. Вот вы должны понимать, что так не бывает, что вот для того, чтобы вам получить хорошую фигуру, вы не можете себе позволить есть все, что угодно, тренироваться или не тренироваться, как угодно, и говорить, что все будет хорошо, как-то фигура хорошая получится. Не получится. Не получится. И если вы не строите карьеру свою, если вы не занимаетесь развитием своего бизнеса, например, да, то он тоже у вас не получится. Если вы не варите борщ, вы его не сварите. И вот если вы не работаете над тем, чтобы достичь каких-то крутых отношений, разобраться с тем, как они строятся, на условиях чего они строятся, почему у вас те отношения, которые у вас есть, что вам мешает построить отношения, вы их не построите. Вы можете бесконечно перебирать этих партнеров, вы можете бесконечно сидеть и проговаривать аффирмации, вы можете делать все, что угодно бесконечно, но ничего не поменяется. Фраза, что все будет хорошо, ее придумали просто для того, чтобы вас успокаивать, знаете. Все будет хорошо, да не будет ни хрена хорошо. Спортсмен для того, чтобы получить результат, тренируется и оттачивает свое мастерство каждый день по много часов. Он не говорит, приходя на тренировку раз в неделю, да все будет хорошо, да нормально, да как-нибудь выступлю, ну как-нибудь там нормально, все будет окей, я верю, да, я верю в свою судьбу, от судьбы не убежишь, говорит Виннер-Усманова, вывозя девочек-аверенных художественных гимнасток на Олимпиаду. Ты ничего, пусть не тренируются, от судьбы не убежишь, или сделают, или не сделают. Так не бывает. Нас никто не приучал, что нужно работать и над своей душой. И над своей душой нужно работать. Если фраза «всему свое время», ну да какую фразу не скажите? Какую фразу не скажите, если вы не работаете над собой, то ничего не будет. Мы хотим проговаривать какую-то фразу, ничего не пряча за действием. Все эти фразы хороши при действии. Когда вы действуете постоянно и говорите, ну когда получится? Вот тогда я вам скажу «всему свое время». Как только вы сделаете так, как нужно, звезды сложатся. Но если вы ни черта не делаете и говорите всему свое время, то простите меня, что вы сварите тогда, что у вас получится? Мы не хотим работать над собой, физически не хотим. Иначе бы не задавали постоянно вопросы «Ольга, ну а как вы похудели?» Ну а как еще худеть? Закрыть рот и тренироваться. Что здесь непонятного? Почему люди до сих пор задают этот вопрос? Если у вас есть проблемы на уровне вашей жизни, вы не можете с чем-то справиться, у вас не получаются отношения, вы работали над этим, вы разбирали себя, свои отношения, своих партнеров, вы ставили себе цели и задачи, вы думали над тем, какие отношения вы хотите, каким образом вы можете к ним прийти, что вам сегодня мешает это сделать, анализировали ли вы те отношения, в которых вы были. То есть, понимаете, вы над этим не работаете. С людьми, с которыми я общаюсь всегда и задаю этот вопрос, 98 или 9% конечно говорят, нет. А что, над этим нужно работать? Да никто не учил над этим работать. Учили, что нужно выходить замуж за кого-то, что нужно какие-то отношения делать, кого-то любить. А как работать и строить отношения, на чём они базируются? Никто не учил. Никто не учил, что нельзя построить здоровые отношения, если ты прибацан. И вот смотрите, давайте такой классный пример. Есть собаки, две, две собаки, которых хотят скрестить. Могут скрестить, ну простите, скрестить, случить, давайте случить. Можно случить любых две собаки любых пород, понимаете, да? Ну там, ну не совсем огромную, совсем маленькую, но типа того. Можно случить этих двух собак. Но если хотят продавать очень дорогих щенков, вот я сейчас себе рассматриваю мальтипу, 7 тысяч долларов. Это ещё не самая дорогая, чтобы вы понимали. Щенок, собаки, 7 тысяч долларов. Для того, чтобы продавать щенков по 7 тысяч долларов, выбирают папу и маму отборного. Смотрят там все их родословные, там всё, что только могут, изучают. Мы же вступаем в отношения по принципу «Эй, понравился, симпатичный, пригласил на коктейль, юбку подарил, цветы купил». Понимаете? Мы не разбираемся ни с тем, в какой семье он жил, какой у него вообще. Вот представьте себе, если там парень, например, жил, и у него родители всё время ругались, и папа всё время повышал на маму голос и бил её. Вы же этого не знаете, когда встретились с парнем, что у него такая фигня. Или мама, например, всю жизнь работала, а папа не очень работал, мама обеспечивала семью. Вы же этим никогда не интересуетесь. Ну, вам же не с мамой жить, да, мы говорим. Но в 99% случаев парень будет ждать, что семью будете обеспечивать вы. И вы ни черта с этим не сделаете. Вы будете потом кричать на него, душить его, но вы понятия не имели. Точно так же, как и себя вы никогда не изучали. Вы никогда не изучали модель поведения вашей семьи, например, женщин и мужчин. Вы никогда не анализировали и не разбирались, как вы вообще к мужчинам относитесь и чего вы от них ожидаете. И вот вы с кем-то случились, да, начинаете строить какие-то отношения вслепую. Вам кажется, что отношения будут такие, а потом вы вдруг видите, что это в корне совершенно другая история, нежели которую вы ожидали для себя. И вы не можете понять, что с ней делать. А всё потому, что вы изначально подошли к этому вопросу абсолютно безответственно. Вы даже сами не понимаете, какие отношения вы хотите. Вы ищете парня с цветом глаз, который вам нравится, и футболка, которая вам приглянулась на ощупь. Ещё у него прикольные кудряшки на голове, я не знаю, там, или брелок на сумке. Понимаете, вот такой подход у нас детский. А потом мы удивляемся, почему мы не можем построить нормальных отношений. Почему? Потому что мы не понимаем вообще, что нам искать нужно. Мы не понимаем, что такое анормальные отношения. И мы не понимаем, готовы ли мы сами к этим отношениям. Потому что у большинства из нас такое количество подсознательных программ и травм, что мы любые отношения начинаем, нормальные даже, которые к нам идут, мы их начинаем тут же отравлять. Мы их тут же начинаем загонять под тот шаблон, к которому мы привыкли. Если вы привыкли, что мужчина жертва, например, вы наблюдали всё время, как мама унижала вашего отца. Ну, так бывает. То есть она была сильной женщиной, она его унижала, она могла его бить. Вы подсознательно будете всегда унижать мужчину, который находится рядом с вами. То есть вы будете делать неосознанные действия, которые будут его унижать. Вы понятия не будете иметь, что это его унижает. Вам даже может будет казаться, что это наоборот его как-то выставляет. Но вы не работали над этим, вы этого не знаете. И это как раз является показателем того, почему в жизни нашей находится дурдом. Мне кажется, у вас какой-то диалог такой начался про еду. Вам интересно там общаться? Может, вы пойдёте в личку, пообщаетесь? А то как-то странно происходит. Итак, давайте всё-таки вернёмся. То есть уже понятно, что загоняем мы себя в кризис очень легко. Ну, то есть нам особо сильно не нужно даже париться. Мы входим в какие-то отношения. И, естественно, поскольку мы входим в них как слепые, и поскольку мы ничего не знаем об этих отношениях, мы их как-то строим. Первое время романтические, у нас может быть секс, у нас есть наше иллюзорное представление о совместном будущем. Потом эти иллюзорные представления начинают рассеиваться, начинается какая-то реальность, где мы реально пытаемся друг к другу подстроиться, и видим, что что-то не так. Но если что-то не так откровенно, то мы откровенно начинаем ругаться и ссориться, а если что-то так не очень откровенно, мы говорим, как всегда. Всё будет хорошо, зато он нормальный мужик, у него нормальная работа, генетический материал, да, ещё любят так девочки, говорят, генетический материал, или мне пора рожать. Мама сказала, да. Неважно, рожу от него, всё равно что-то добудет. Вот такой совершенно колхозный, сельский подход бабы Гали и бабы Маши. И вот вы натрахались, нарожали, дальше начинается всё самое интересное, потому что вы же не знали, что после того, когда вы родите, или когда вы начнёте ходить беременные, он начнёт где-то ходить гулять, вам будет не хватать денег. Вы же об этом заранее не думали, вы же думали о том, что всё будет хорошо. Что всё будет хорошо. И вот этот подход «всё будет хорошо» тогда было так и назвать этот эфир абсолютно убийственный. Потому что если вы не берёте ответственность за происходящее в своей жизни, в своей душе, в своём сердце и в прочих вещах, то всё будет нехорошо, всё будет пиздецово. Всё будет так пиздецово, что вы будете охреневать и называть, что жизнь такая. Это не жизнь такая, это вы сам ходячий пиздец. Просто хочу вам сказать, это не жизнь такая. Вот сегодня, это знаете, когда там, если отмотать на, не знаю, на сколько десятков лет назад, не сильно так далеко. Сейчас я что-то открою, а то мне сильно жарко стало. Тихо. Это не то, что я хотела открыть. Крышу открыли. Всё. Несколько десятков лет назад про секс мало чего говорили, если вы не в курсе. И не все знали, что после секса бывают дети. Именно поэтому очень многие рожали в 17-18 лет, просто не догадываясь, что можно предохраняться, неважно, есть куча способов для предохранения. То есть не обязательно, простите, кончать в девочку первый раз, и она обязательно беременеет. И вот это все бесконечно рожали. Зачем-то. И обязательно ещё же выходили замуж, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это настроилось, вот это бесконечное количество семей. Так вот сейчас у нас происходит другая история. Потому что сейчас уже все про презервативы, слава Богу, узнали, да, там, и догадываются, что там можно не в девочку кончить, а в какое-то там другое место на её живот, или ещё куда-нибудь. Ну тут сами разбирайтесь с сексуальной грамотностью. Но то, что надо заранее понимать себя, понимать свои личные запросы, понимать свою модель поведения с мужчинами, понимать, какого мужчину и почему ты сейчас будешь подбирать, и почему этого делать не надо или надо. Потому что, ещё раз говорю, если у тебя папа был алкаш, ты бессознательно будешь выбирать типаж папы. Если ты это не проработаешь, ты будешь выбирать себе такого мужика, как папа, повторять мамин весь путь, а потом сидеть и говорить, что жизнь такая. Вот это не жизнь такая. Потрахаться и дети, это не жизнь такая, это твоя тупая безграмотность. Точно так же и здесь, войти в отношения, изначально не разобравшись с самой собой, понимая, кто ты, какой партнёр тебе нужен, и как определить, кто есть этот партнёр, это такая же банальная безграмотность, как и про секс, понимаете? Можно спросить, как вы познакомились с вашим мужем. Я не знаю, какое это имеет отношение сейчас, вы можете почитать мою книгу «Зажигалка», вот послушать её в IGTV и узнать эту душевную, замечательную историю. Так вот, мы с вами проговариваем всё время, и по сути я вам описываю причины, по которой мы заходим в эти личные кризисы, то есть причины, по которым мы рожаем только не физических детей, а свои проблемы, то есть почему мы себя загоняем в эти состояния. У нас есть много разных этих причин, у взрослых женщин есть одни причины, у юных девочек есть другие причины, но по сути корень в них везде один. Он заключается в том, что мы не знаем, как работать с собой, мы не понимаем, как себя разбирать, мы не понимаем, как заранее понимать, в какие отношения мы вляпываемся и почему, и какие отношения нам нужны на самом деле. Но мы все умеем себя загонять в состояние, когда нам ни черта не хочется. Вот давайте об этом поговорим. Потому что личный кризис – это то, что заставляет нас превращаться в теней. То есть женщина начинает превращаться в собственную тень, не просто в жертву, а в какого-то человека, который лишен энергии, лишен сил, и соответственно от этого страдает и работа, хочется забить на себя, хочется забить на все. Ты начинаешь, ты очень сильно понижаешь свою энергию в этот момент, потому что ты начинаешь излучать эту грусть. В принципе, есть разрешение давать себе погрустить. Есть такое в мире, не надо прям быть все время супервеселушкой. Но если мы переходим какой-то барьер и начинаем постоянно говорить о том, как все плохо, бесконечно все обсуждать с позиции, что он такой козел, а тебе так тяжело, и вся эта жизнь такая тяжелая, и вообще как жить, и теперь мужчинам нельзя доверять. Мы начинаем спускаться очень-очень-очень-очень низко, мы начинаем болеть очень часто, потому что когда наша клеточная вибрация, у каждого человека есть некая энергетическая шкала, у всех людей она есть. Вы можете забить в гугл «энергетическая шкала человека», и вы увидите. Есть такое понятие, как вибрация Земли. Так вот, когда человек находится по одному уровню со своим резонированием вибраций внутренних и с уровнем Земли, мы становимся очень здоровыми, мы обновляемся. Вибрация Земли все время повышается, а высокие вибрации это всегда вибрации радости и успеха. Поэтому люди, которые начинают все время хандрить, мыть и так далее, это люди, которые очень часто болеют. Но если вы начинаете себя осознанно заводить вот в это состояние страдания, то есть постоянно об этом говорить, все время на это настраиваться, все грустно, все плохо, ваша внутренняя вибрация очень сильно начинает как в градуснике. Ну, представьте себе, что вот, это как с кондиционером, да, там, например, в машине у вас температура там 24 градуса, вы выходите на улицу, а у вас 0. Да, то есть очень большая разница в температуре идет. Так вот, когда у нас очень большая разница нашего внутреннего состояния и той вибрации Земли, которая существует, энергетическая, мы начинаем очень сильно болеть, и часто наши клетки, у нас вот эта вибрация идет через наши клетки, мы же с вами состоим из клеток, то эти клетки начинают, у них очень сильная большая разница происходит с резонансом нашего земного шара, и происходит так, что они начинают болеть смертельными болезнями. Вот так появляются онкологические заболевания, то есть когда клетки начинают, появляются какие-то опухоли, которые пожирают наши здоровые клетки. Мы сами их создаем вот путем этих страданий. И таким образом человек делает очень простую схему самоуничтожения, то есть он сам самоуничтожается через свою внутреннюю вибрацию, он как будто бы говорит, «Я не готов жить на таком уровне, я не готов быть счастливым, я несчастен, мне здесь плохо», и он себя пожирает через это. Ну это вот такой вам банальный, достаточно, но красивый пример. Поэтому очень важно быть аккуратными в своих страданиях, потому что когда мы начинаем страдать, мы бывает начинаем страдать вроде бы как шутку, многим очень нравится страдать, еще почему? Потому что когда вы становитесь жертвой, вас начинают все жалеть. А для многих людей очень комфортное состояние, когда их все вокруг жалеют, значит, потому что в это время проявляется большое количество внимания, вот ты жил, никому не было до тебя в дело, а тут ты решил, я не знаю, покончить жизнь самоубийством, и вдруг все о тебе вспомнили, все начали о тебе заботиться, и ты понимаешь, что ты сманипулировал ситуацию, что «Вау, никому не было до меня дела, я был никому не интересен, у меня была такая скучная жизнь», и вдруг все стали за меня беспокоиться, «Как классно, я стал нужным», и ты начинаешь управлять этим через свое страдание, ты начинаешь страдать еще больше для того, чтобы люди уделяли тебе внимание. Ты говоришь, «Мне очень плохо, не оставляйте меня одного, я, наверное, могу еще раз это сделать, у меня суицидные мысли», и все начинают за тебя переживать, и ты настолько сильно можешь этим увлечься, что сам вызовешь у себя какую-то болезнь, то есть у тебя ее не было, ты был, заигрался в это, но у тебя начинают энергетически, ты же себя понижаешь, тебе же надо страдать, и твое страдание настолько театральное, что оно притягивает в твою жизнь различные негативные истории, которые уже подтверждают, что да, таки, тебе действительно плохо. Можно задать вопрос, что самое главное для женщины, а скажите, пожалуйста, могу ли я ответить на такой вопрос, что самое главное для женщины, ну вы же женщина, и у каждого из нас есть свое самое главное, есть такое понятие, как шкала приоритетов, то есть когда вы сами для себя выбираете, что для вас приоритетно, у каждой женщины в каждый период времени, в каждом возрасте является что-то самым важным, вот вы, например, можете сейчас сказать, вы, например, замужем, или у вас есть отношения, прекрасные, замечательные, и вы скажете, у меня сейчас на первом месте карьера, я хочу развиваться, для меня это очень важно, но вот завтра ваш муж изменит вам с какой-то женщиной, решит к ней уйти, и если вы очень любите своего мужа, или если вы просто собственница, вы бросите свою работу, и будете делать все для того, чтобы он вернулся, и ваши приоритеты в один момент изменятся, а если послезавтра стерто-стерто, у вас заболеет ребенок, то вы бросите и мужа, и работу, и начнете заниматься тем, чтобы вернуть своему ребенку полноценное здоровье, а если с вами, не дай бы что-то случится, и у вас обнаружится какая-то проблема, то вы бросите всех, отставите в сторону, и поймете, что вам нужно спасать себя, вот понимаете, тут нету такого момента, что является что-то самым важным, самым главным всегда должны быть у себя вы, вообще по сути, потому что вы это единственный человек, с которым вам придется прожить всю вашу жизнь, долгую или недолгую, ваши дети, ваши мужья, мужчины, партнеры, родители, все могут уйти, умереть, бросить вас, разлюбить и так далее, и если вы сами себя не выстроили, если вы сами себя не любите, если вы сами себя не знаете, вот с этим самая большая проблема, но это самое сложное, вы знаете, для меня было огромным открытием узнать, что я не люблю себя, то есть я себя люблю по ощущению, по осознанию, но разбирая некоторые действия, которые я совершаю, оказывается, что я себя не так люблю, как мне казалось, понимаете, ведь думать, что ты какой-то, и быть им на самом деле, это две огромные разницы, две огромные разницы, и мы можем познать, какие мы есть, только через те действия, которые мы совершаем, потому что наши действия говорят за нас, ну смотрите, был ли у вас когда-то мужчина, или может быть ваш муж, который говорил вам, да я ради тебя все сделаю, я ради тебя заработаю миллионы, я тебе брошу весь мир к твоим ногам, я тебя очень сильно люблю, я готов ради тебя на все, были такие у вас люди? Скажите мне, пожалуйста, были ли у вас такие люди? А скажите, пожалуйста, вы можете себе представить, я не знаю, как вас зовут, вот вы пишете, самое главное, это здоровье и семья, что завтра ваш муж от вас уйдет, ну вот влюбится в другую и уйдет, как вы считаете, сможете ли вы быть счастливы с другим мужчиной, или только с этим? Или только с этим? Или вы без него никогда не сможете быть счастливой? Аида. Понимаете, мы на самом деле начинаем познавать себя, когда с нами что-то происходит. Нас всегда очень сильно пугают события, которые с нами происходят, но я всегда благодарю, когда что-то начинает внутри меня происходить или вокруг меня, потому что только через эти события я могу себя познать на самом деле, потому что я могу говорить о себе всё, что угодно и думать, но познать о себе могу через свои чувства. Вот когда у меня начинаются какие-то моменты моих чувств, я начинаю с этим работать, я начинаю прорабатывать, я начинаю погружаться в глубину, да, там что-то разбирать, возможно, с коучем глубоко, я вдруг вижу такие вещи, которые просто для меня открытием являются, просто открытием, просто быть такого не может, да как? Например, могли бы вы назвать меня «Я не уверена в себе», а у меня есть такие вещи, где оказывается я не уверена в себе. Я не могу никогда в жизни о себе сказать, что я не уверена, всё что угодно могу сделать, но нет, есть конкретные вещи, которые, ситуации, в которых говорится именно то, проявляется именно то, что это неуверенность в себе, понимаете? То есть, вот это очень интересное опознание и открытие, но давайте не будем сильно глубоко копать, женщина рождена для этого, чтобы создать семью. У нас у всех есть убеждения, да, относительно которых мы выстраиваем свою собственную жизнь, это есть нормально. Давайте всё-таки вернёмся опять к теме, что делать, да, давайте всё-таки в конкретике, что делать, если в вашей жизни что-то происходит, что выбивает вам почву из-под ног, то есть это навязчивые мысли, навязчивые идеи, навязчивое состояние, неважно, расстройство, то есть что-то произошло, и вы понимаете, что вы парализованы, вы понимаете, что вам очень сложно, вы или в состоянии двигаться дальше, но это очень медленно и через безумные усилия, это знаете, когда плохой Wi-Fi, ты страничку загружаешь, это бесконечно, бесконечно, проявилось чуть-чуть, но не до конца, и ты опять её на обновление. То есть, либо ты вообще не в состоянии двигаться, всё, никакого Wi-Fi, ничего нет, вообще ничего не загружается, всё, ты вот находишься в таком состоянии поддержания какой-то своей жизни, потому что часто это выбивает. Первое, что нужно задать себе, какой вопрос, это я хочу продолжать жизнь или нет? Или эта ситуация, это всё конец? То есть, так серьёзно себя спросить, то есть, сказать себе, я так понимаю, Оля, что ты так сильно расстроена, что жизнь у нас закончена, правильно понимаю? то есть, всё, раз ты ничего не хочешь делать, ничего тебе не надо, мы закончили жизнь, правильно? Ну, давай решим с тобой. Вот эта внутренняя ваша бунтарка, сильная какая-то девка, вот девка такая, знаете, с косой, такая Маша, помните, из Маши и Медведь, такая бешеная Машка, вот она должна к вам прийти и сказать, ну там, Аида, Маша, Катя, Лена, всё, конец, всё, мы подыхаем, давай тогда купим большое ведро пончиков, что мы там хотели сделать, если бы мы сдыхали, уже тогда делайте всё, что вы хотели перед тем, как умереть, представьте себе, что у вас осталась неделя, и уже тогда отживите, хотели обожраться, как женщины беременные, да, говорят сейчас, точнее, которые собираются, когда я буду беременна, и тогда я буду есть, сколько захочу, ну, наконец-то, съешьте, уже всё равно вы сдохнете, уже всё, вы уже приняли решение, что вам не надо жить, сдохните, нажритесь нормально, гроб хотели красивый, идите закажите гроб себе, такой, чтобы вас потом не засунули в эту какую-то странную коробочку, короче, приготовьтесь, приготовьтесь, сделайте памятник, может быть, хотели заказать, типа, самая страдающая женщина на земле, то есть, займитесь подготовкой к своей смерти, уже, как бы, ну, нормальненько, так оторвитесь, там, не знаю, может, вы ещё что-то хотели себе сделать, может, сделать из себя огромные сиськи, всё равно вы сдохнете, какая вам разница, что-нибудь надо сделать, может быть, вы хотели, не знаю, потрахаться с негром, тоже, то есть, составьте прям себе список, всё равно вы умрёте, вы уже готовы, уже всё, как бы, ничего вас не спасёт, поэтому по списочку, по полной программе прогуляемся, спит, сифилис, похер, подцепите спит, разнесите его по свету, ну, сделайте что-нибудь такое, чтобы вы запомнились, подожгите к ебеневой матери Кремль, или там что-то там в Украине, не знаю, что это, ну, как-нибудь весело, весело, захватите самолёт, в конце концов, как-нибудь весело, закончите эту жизнь, если всё-таки, вам эта мысль не очень нравится, тогда вы себе скажите, окей, если я не хочу подыхать, соответственно, я хочу жить, правильно? То есть, мой план выйти из этого состояния, правильно? спросите себя, да, очень классно, если вы себя будете спрашивать с блокнотом и ручкой, в апатичном этом состоянии, всё это не хочется, но с блокнотом и ручкой, вы должны себе задать этот чудесный вопрос, хочу, хочу, тогда напишите себе, Оля, я хочу выздороветь, выздороветь, а потом попытайтесь себе ответить на несколько вопросов, вот в письменном виде это очень прикольно, потому что мы находимся, когда мы находимся в эмоциональном, таком странном состоянии, мы такие, как немножечко, как будто бы объелись галлюциногенов, мозг так немножко медленно работает, чуть-чуть будто бы выпили, ну такое, в заторможенном состоянии происходит жизнь, поэтому здесь важно себе задать вопрос, а что собственно меня так сильно подорвало, что именно, да, первые мысли могут быть там, потому что он меня предал, потому что он козёл, потому что он твт, окей, хорошо, первым делом это всё сделали, а потом задайте себе вопрос дальше, посмотрите, а что на самом деле меня подорвало, что на самом деле мне так неприятно, что на самом деле, И вот этот вопрос желательно, чтобы вы задавали себе недели-две, думали об этом и писали. Удивительным образом вы увидите, что то, что вы писали в начале и то, что вы пишете потом, это абсолютно разные штуки. Потому что изначально нам кажется, что это кто-то козёл, испортивший нам жизнь. Но потом мы понимаем, что это наши собственные какие-то комплексы, проблемы, страхи, это они сейчас нам управляют. Часто бывает, что когда мужчина бросил, мы добиваемся его обратно не потому, что он нам нужен, а потому что бывает, что у нас есть страх, что больше ни с кем мы отношения не сможем построить, что мы недостаточно хороши, что нас не будут любить, потому что мы уже и так далее. А не будут любить, потому что мы неуверенные или потому что мы лентяи. Множество всяких моментов, до которых вы догрузитесь. Я сейчас, у нас сейчас с вами не тренинг, не курс, я как бы не могу вас вести, но говорю вам о сути. Суть того, что нужно начать с собой работать и попытаться понять причины, почему, что именно там было такого хорошего, зачем мы на самом деле там скучаем. А следующим этапом важно задать себе вопрос. А вот интересно, всё то, что мне там так сильно нравилось, я могу это получить только там, только с этим человеком, с другим уже не смогу. Это вот эти все чувства, это он мне давал или я ему, например, это давала. Кому это принадлежало? Радость, удовольствие, кайф. Это его было или это моё было? Чьи это были чувства? И вы удивительным образом обнаружите, что чувства-то были ваши. Это вы так кайфовали, это вам где-то было в чём-то хорошо. А если это было ваше, как часы, то как вы думаете, они работали только, когда вы рядом с этим мужиком были, с другим, когда будете, не будет работать? Никак? Вообще? Вот эти важные осознания, которые нужно прожить, понимая, что по сути всё, что нам нужно, есть-то в нас. И я решаю, кому это дать. Ну да, где-то что-то не получилось. А очень часто не получилось же не только потому, что вас кто-то отверг, а потому что вы тоже что-то сделали, вас тоже не устраивало что-то где-то в личных ваших драмах. Мы часто, когда страдаем, мы даже не понимаем, о чём мы, собственно, страдаем-то. Нам же тоже там много всего не нравилось. Или нам вообще, у меня есть такие подруги, которые бросают своих мужей или парней, а потом уходят в жуткие депрессии по этому поводу. То есть сам факт вот этого разборочки внутренней, а что, собственно, такого произошло? Ведь когда мы начинаем осознавать, что на самом-то деле всё находится в нас, в нас, мы понимаем, что мы пилотно завязаны просто в других вещах. Вот здесь уже нужно разбираться и прорабатывать это, желательно на тренингах уже работая. То есть важно понять, что такое сильное на самом деле нас цепляет в каких-то отношениях. Какая там есть причина? Очень часто, если эта женщина сильная, это причина власти. Например, я привыкла всё контролировать, а здесь что-то ушло из-под моего контроля. И меня бесит не то, что разорвались отношения, а то, что я утратила чувство контроля, например. А тут следующий вопрос. А это тебе помогает это чувство контроля или мешает? И если вы проанализируете свою жизнь, например, и увидите, что вам это мешало всегда в отношениях, потому что вы не могли быть счастливым человеком, вы вечный контролёр и дирижёр, это про меня, например, то тогда нужно понимать, что это проблема. А если это моя проблема, значит, каких бы, сколько, каких бы отношений я ни строила, эта проблема всегда будет как часы со мной. И моя любовь, и моё счастье, и моя проблема, понимаете? А проблему нужно удалять. А чтобы её удалить, с ней нужно разобраться, откуда она взялась, эта проблема, почему она везде присутствует. И, соответственно, когда мы разбираемся с причинами, тогда мы можем уже понять, каким образом нам её удалить. Это как, простите, новообразование в теле. Если что-то нащупали, сделали там какой-то УЗИ, потом взяли пробу, посмотрели, это что, злокачественное или какое-то, исходя из этого уже формируется курс лечения, да, там операбельно, неоперабельно, точно так же и у нас. Мы должны понимать, что без решения своих глубинных проблем, которые мы вечно в какие-то отношения вбрасываем, ничего не изменится. Мы будем бесконечно попадать в одни и те же проблемы, в одни и те же ситуации, да, и тащить туда одни и те же проблемы. Это наши проблемы. Это наши проблемы. Например, если у вас есть проблема с сексом, ну какая-то, неважно, то вы можете менять 100 тысяч партнёров, но вы будете в каждую из этих 100 тысяч приносить эту проблему, потому что она ваша. Вы будете хотеть, чтобы её партнёр решил, но её никто не решит, кроме вас. Она ваша. Например, если вы условно, каким-то боком чувствовали себя нежеланной женщиной, почему-то, у вас был какой-то опыт, что-то было такое, то вы можете входить в 300 тысяч отношений, но вот этот вот страх, что вы нежеланны, он будет входить в отношения вместе с вами. И всё. И всё. Поэтому без проработки вот этой истории ничего не получается. Для того, чтобы выйти из любых отношений, для того, чтобы выйти из любых личных кризисов, прежде всего важно принять решение, что вы хотите это сделать. А хотите это сделать, это значит перестать всё время на кого-то наговаривать, какой он плохой, перестать максимально жить жизнью этого человека, перестать максимально эту ситуацию всё время рассматривать, а направить свой взгляд на фокус того, что я хочу от этого избавиться. Я хочу понять причины, которые к этому привели, я хочу проанализировать, что мне дальше не нужно делать, и я хочу переключиться. Большинство, я знаю такое большое количество женщин, которые у меня в окружении у мамы было очень много, которые на протяжении жизни, например, они развелись там с отцом ребёнка, и вот они на протяжении всей жизни за ним следят, и вот сто лет, сколько они с мамой встречаются, они всегда обсуждают, какой он козёл. Она ему рассказывает, вот он уже, представляешь, женился, и он козёл, то есть она полностью живёт его жизнью. Мне показывает, что у меня осталось минута 34, поэтому я хочу вас пригласить на мастер-класс. На мастер-класс женский, где мы будем с вами говорить как раз о том, каким образом и с помощью чего построить классные, крутые взаимоотношения, которые не будут болезненными, которые не будут строиться на обидах и проблемах. Этот мастер-класс пройдёт в этот четверг, 22-го числа. Он платный, его стоимость аж 5 долларов, но стоимость есть для того, чтобы вы туда пришли и точно получили и взяли эту информацию, которую я вам даю. Ссылочка у меня есть в профиле, вы можете перейти в шапки профиля и попасть на этот мастер-класс. Я вам очень рекомендую, там будут уже такие конкретные шаги. Платные мастер-классы всегда отличаются более конкретными пошаговыми алгоритмами, и что необходимо сделать для того, чтобы получить тот или иной результат. Если вам понравился этот эфир, пожалуйста, не обессудьте, оставьте мне комментарии после того, когда я его опубликую. Это очень помогает другим людям тоже получать нужную информацию. Я ещё раз всех благодарю за то, что вы пришли. 22-го числа я вас приглашаю на мастер-класс. И завтра у нас будет тоже классный совместный эфир с моей подругой Наташей, она коуч по психологии. И мы будем говорить завтра о созависимых отношениях. Обнимаю, целую. Всем большое спасибо. И до встречи.